Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю знакомиться с релизной версией Old World. Уже 10 серия, всего лишь 99-й ход. По 10 ходов в серии, конечно, но тут много всего происходит, со многим надо разбираться, переводить. У нас уже старенькая королева Фила, 67 лет. Ну, ладно, давайте. Подарки. Под угрозой мечей, вавилонские торговцы, охраняемые вооруженными солдатами, прибывают в столицу, чтобы предложить торговую сделку. Они хотят получить мед? Или они пошлют армии? Короче, они... Ну, мне придется и мед отдать, либо они мне войну объявят. Фак. И насколько это интересно? Насколько долго? Ну, мне надо тут дружить со всеми, конечно, такая сложность. Я вот в комментариях уже видел, пишет народ, что сложность тут в некотором смысле запредельная, потому что невозможно... Я даже не представляю, вот как мне возможно было не строя просто во всех городах, не развивая города и строить только армию, чтобы я вот так как-то на таком же уровне. Но самое главное, у меня нету столько, например, приказов, чтобы такой количеством армии руководить, таким количеством армии. Так. Любимый учитель, до ваших ушей доходят сообщения о последних подвигах герцога Алкавиада в Академии. Похоже, звездный философ полюбил Алкавиада и давал ему частные уроки. Должны ли мы привлечь этого философа... ну, к правлению? Значит, мы либо получим при дворе ученого, либо наш вот этот чувак может получить... Нет, давайте лучше привлечем ученого ко двору, потому что у нас, по-моему, есть город без... да, без губернатора, и как раз этого чувака можно в губернаторы. А, нет, нифига. Он просто в правлении, что ли, появился? Да, вот этот, да, но ученая. А ее нельзя. Ее только как генерала можно использовать, потому что она тактик. Ну, ладно, сейчас я подумаю, нужны ли нам тут где-нибудь войска. Так, поселенца нам некуда везти, к сожалению, пока это место занято Вавилоном, и это место занято Вавилоном. Правда, я вот... Подожди, а где я еще одного посила? А, я тут строю в пеле. Может, мне не строить в пеле посила пока? Давайте на что-нибудь другое переключу. Тут есть... А, он суд... Вот когда суд построится, я сюда переключу делать спеца. В следующем ходу пускай пока строят, предположим. Так, и в Тессалониках я пастуха сделал. Еще у нас три жителя, так что можно сюда отправлять еще спеца... Блин, 11 ходов. Тут очень мало цивиков, да? Зато много еды. Давайте, может, рабочего тогда лучше. Тут больше нельзя. Игра предлагает мне суд строить. Так, подождите, а суд рядом с чем-то дает бонус? По-моему, рядом с чем-то... Вот, светилище Афины. Рядом с судом, да, дает. Тогда, может, я сначала светилище Афины построю, а потом суд. Да, давайте, наверное, так и сделаю. Так. И светилище Афины. Так, тут мы... Тут уже три этих... Коттеджа. Игра министерства предлагает. Ну, это следующее развитие суда. Плюс 30% к цивикам. Ну, кстати... Кстати, давайте. Надо 110 камня. Это 294 денег. Тем не менее. Так, подождите. Какой у нас тут губернатор? А, судья может ускорять за деньги. Надо было этого рабочего сюда... Ставить. Так, ну, давайте тогда тут каменоломню. Я, наверное, скоро уже смогу колосс начать строить. Так, тут пока ждем. А, у нас же нападение, блин. У нас же тут нападение варваров происходит. Давайте я в город, наверное, встану. И проатакуем. Этим, наверное, сюда встану и апну. Так, где у нас рядом юниты вообще есть? Вот. Так. Дальше. Вот есть юнит. Не, ну, должны отбиться тут. Окей. Эти все далековато. Это я вообще выводил... Мне надо как-то тут скаута поставить, кстати. Сейчас я... Этот пускай стоит тут опыт получает. Этот пускай стоит тут опыт получает. Коляску... Кстати, можно... Перебросить сюда и вылечить. Так, три приказа. Эти пускай стоит. Давайте, наверное, скаутом все-таки походим. Блин, отличное место. Ну, никак я не мог его открыть раньше. Просто три краба. Можно было бы, наверное, и потом дотянуться до красителей. Кстати, а тут города Египта. Город Египта, между прочим. А как вообще остальные друг с дружкой сейчас? Ну, понятно. Так. Ассирия. Со всеми перемирия война с Египтом. И плохие отношения с Персией и Вавилоном. Но Персия и Вавилон далековато для Ассирии. Персия. Кстати, хорошо к Вавилону относятся. Зла на Ассирию и Рим. Хотя с Римом мир. Но войны нет. У Вавилона со всеми плохие... Вообще странно. Смотрите. Персия к Вавилону плюс 10. А Вавилон к Персии минус 67. Ладно, Рим. Ну, короче, у нас со всеми дружба. Мы только за счет этого, в общем-то, тут и держимся. Вообще, Рим так неплохо и с другими. У него только вот с Вавилоном. Ну, вот с Египтом. Вообще, Египта... Я думаю, Египет вынесут, если он там начнет возбухать. А он с Египтом и... С Египтом и... С Ассирией и Римом плохие отношения. Ну ладно, закончим. Заканчивать ход, что-то поделать. Так, у нас вот проблемы только здесь пока. Вавилону мы дань заплатили, пока можем сидеть на попе ровно. Вообще, тут что-то очень долгие. Дани, вот особенно меня вот... Сколько мы платим Дани, Риму и Персии? Смотрите, я сейчас... А, нет, наоборот, я получаю сейчас 70 от Рима в качестве торговли. Но 176 мы платим Дани, Риму и Персии. Так, пошла атака на город. Они все стреляющие юниты. Магнифисент. Фила великолепная. Так. Наверное, сюда подходим. Один из юнитов мы должны убить, я думаю. Так, минус один есть. Ну, я бы этого апнул в лучника. Так. Дальше. Здесь мы лучника построили. Что я тут строю? Суд тоже? Да, суд. Может, я зря... Ну, ладно, лучник пускай тут стоит. Мне его негде тренировать просто. Может, надо было рукопашный юнит строить? Давайте архив. Так. Этот построил. Так, давайте вылечим его просто. Каменоломню сюда. Постоянное них... Мне надо было раньше, мне кажется, побольше каменоломен строить. Так. Тут суд мы построили. Я хотел в Пелле... В общем-то, сразу начать спеца этого делать. Так. Давайте смотреть, что нам нужно для коллоса. 300 цивиков. Есть 800 железа. Три хода, в общем-то, будет. И 400 камня, я думаю, купим. А где он строится? На побережье только. Сразу дает уровень всем новым. Давайте его, может, сразу отведем. К месту постройки. А, кстати... Не, а давайте реально... Светилище Афины здесь построим. Что пока у меня камни все-таки не так... Ну, вообще, три хода как минимум до... Так. Теперь с этим поселенцем. Я еще смотрю, вдруг где-то места есть свободные все-таки поставить город. Ну, похоже, нет. Ну, неужели Вавилон здесь будет город ставить? Вот нафига он его держит? Это место. Ладно, давайте пока скаутам... Я вот к этим руинам. Может, там можно собрать их? Нет, нельзя. Уже римский город стоит. Давайте посело все равно вниз пока переводить. Так. Ну что, колясочкой добежим сюда. И два хода, наверное, вот этому скауту. Нет, подождите. У нас еще два приказа. Может, мне какую-нибудь канцлеру... Как у нас тут с семьями? Нет, с семьями нормально все. Так. Попробовать главу Селевкидов Переконвертить В государственную религию 75% Ну попробую Ааа Вот меня еще предупреждали То есть она два хода делается Она может умереть Ладно Светилище Венеры Алина вообще тут есть в Греции? Все, следующим ходом Пелла Великолепный умрет Так, умер король Вавилона Новая королева Которая к нам очень хорошо относится А глава алхиминидов Умер Новый тоже очень хорошо относится И мы полностью открыли территорию Вавилона Правда мы и до этого сделали Так, мы установили Торговую сеть С Персией Что у нас может быть? Персия нам платит деньги Мы им науку Нет, у нас с наукой и так Печально Цивики продаем Военные очки Давайте, наверное, цивики продавать Блин, а может Не, я бы за деньги продавал цивики Деньги Мы деньги всегда можем поменять на ресурсы А цивики мы никак никуда не поменяем И в принципе у меня цивики неплохо идут Да, так Теперь очень важное решение Нам надо решить Оставлять ли нам наследником Принца Симона Или все-таки Герцогиню Митрадору Через голову прыгнуть Мне не нравятся его Способности У этой только минус-мудрость Это всего лишь Минус один к науке будет глобально Все остальное очень Неплохо И она как Лидер Командир У меня еще будет амбиция контролировать Два, блин Шоп Киперс У меня даже рынок не открыт Кстати, она на 50% фракийка Тут у нее греческой крови вообще нету Обратите внимание У нас правители не греки вообще Так, на минутку А это вообще как-то на что-то влияет? Короче, 80% шанс, что пройдет Регитимность, правда, минус 4 Ну, вроде как получилось Так, этот важное сделали Так, рыбная экспертиза Во время инспекции ваших новых рабочих лодок в Дионе Герцог Симон Подружился со старейшином Аргиадов Который рыбачил в этих водах Это произошло, потому что мы там сети закончили Значит, либо Позволить рыбаку научить Герцога Симона Как хорошо рыбачить Как лидер он получает К лагерям Так, кстати, а он у нас Где-то губернатор, да? Он в Каристосе Там, по-моему, нет вообще сетей Нет, давайте мы получим рыбака Просто в Дионе сразу, видите Так, обучение наследника Он у нас мудрый, но не очень храбрый Давайте на храбрость Королева последний апгрейд получает Давайте харизмы Она в конце умрет очень харизматичный Так, сейчас я подумаю, что с поселенцем пока делать Рабочий закончил Давайте, наверное, отремонтируем овец сразу Чтобы не откладывать Так, тут суд Завершен Давайте, наверное, лесопилки Это у нас уже в минус Ну, в минус лес пошел Не в минус, он, конечно, в плюс Но содержание, видите, минус 12 Это на лучников Лучники потребляют лес На содержание Все еще тут невозможно Губера посадить, да? Ммм Ну, там вот один ход сейчас достроится А это я Ага, значит, тогда вот сюда надо Этот Одион Ставить Так, теперь с юнитами Коляска врывается Так, теперь Отлично Тут юниты стоят Подводим, наверное, дальше этого посела Ну, и скаутами можно походить Я думаю Глянем тут Глянем тут Вообще, могу просто отправить Шпиона Давайте попробуем украсть техи у кого-нибудь В общем, картография нужна Для воровства технологии Картография, да? Ммм Кстати, можно так проверять, кто Смотрите, у Ассирии 200 У Персии 280 У Вавилона 160 У Рима 300 Воруется Но Шанс Кстати, вообще шанс везде одинаковый От мудрости зависит Да, 70% везде шанс Украсть Ну, давайте тогда, наверное, все-таки Просто Внедримся в Рим Чтобы открыть его территорию И Фила Великолепная Ну, тоже хорошо проправила Не знаю В принципе Правители очень неплохо Действовали Я, наверное, не очень хорошо действовал Мне реально надо больше Коттеджей строить Так, это вот здесь Надо вот здесь будет строить коттедж Очевидно, вот этим Рабочим Не знаю, почему они так Чисто на город нападают Королева умерла Антиох получил мудрость И, видите, сразу у этой амбиции появились Вот эти два старших держателя магазина Ну, я так понимаю, что рынок нужен-то Поэтому пойдем в рынок Тут еще Наш это позволяет уменьшать недовольство в городах В него и пойдем Блин, я пропустил, правда, что я однажден Открыл сейчас Вообще, это можно не тут смотреть Меня спрашивали, что вы тут за значки внизу Это, собственно, то, что произошло За последний ход Это вот общая инфа Которая только что Смотря какая-то нельзя Почему не знаю, почему ее нельзя открыть Новая Амбиция началась Вот, технология открыта Scholarship А, библиотеку могу строить Которая дальше идет В академии, к университету Это все Вот, академия, университет Это все зависит от уровня культуры Библиотеки надо бы построить Да Ладно, давайте Заканчивать с этими ребятами Заканчивать с этими ребятами А, кстати, смотрите, а коляска становится на место убитого юнита Это тоже важно Теперь у нас 20 ходов, чтобы построить колосс Железо у нас, в общем-то, практически на него есть 800 То есть через ход оно у нас реально будет Короче, нам надо подождать два хода Наверное, вот этот построит, все, и начну колосс сразу строить им Именно так королева умерла Коронация Коронация столкнулась с волной патриотического вдохновения И в связи с новым правителем Так мы воспользуемся энтузиазмом масс Получим рабочего в пелле И королева становится продвинутой Просвещенной Плюс два золота за каждый культурный уровень Хм, это интересно Дальше Мораль Ну, наверное, военные очки мне сейчас уже не нужны Либо Вдохновить артистов Приехать в столицу Плюс 160 культуры в пелле И плюс один житель Нет, давайте-ка мы Рабочего получим И королева к деньгам Вот, плюс, прости, 400 Так, нам нужен губернатор Конечно, мы можем саму Королеву посадить Но есть и другие варианты Нет, наверное, все-таки королеву посадим Там плюс 54 Так, а для Диона так и не появилось никого, да? Персия отменяет торговлю А, нет, Персия требует, чтобы я прекратил торговлю с Римом Нет, извините Рима мы больше боимся, чем Персия Того, что у нас есть собака, производит это событие В середине дня ваша собака несется по двору Гавкает и скулит Бегая между придворами и салазками по каменному полу Возглсы заполняют комнату Когда ваша собака мчится через нее Прыгает к вам на колени и разворачивается Прежде чем упасть к вам на ноги И нежно облизывать ваше лицо Во двор взрывается возволнованный слуга Мои изменения, королева Собака спугалась прибытия нескольких верблюдов Посол Аудата Был сброшен со своего верблюда И погнался за собакой через двор Слуга снова кланяется И на их лицах отражается отчаяние Как мы будем Как мы отреагируем на это Вот тут два варианта у нас Либо избавиться от этого Дорогого создания Чтобы удовлетворить Аудату Либо ни одной из сторон Не было причины никакого вреда Дело решено Да, наверное, вот это Выберем, тем более Минус 40 Так, ну и губернатор Умер, понятно Ну что, не можем мы тут Город поставить, да, пока Все, Вавилон держит Вот Вавилон будет тут держать Свои войска, да Так, я бы, наверное, поплыву Скаутом этим Может быть, Крафаген встречу Наконец Ну и этого скаута Надо сюда возвращать Потому что Города Рима я и так увижу Так, этот рабочий у нас На Для колосса Оставлен Библиотека Библиотека Плюс один от ресурсов Где ее лучше ставить На самом деле Опять же, вот просто наводите Видите, игра подсказывает Пять и четыре Пять и четыре От любого ресурса Потому что, видите, плюс Один это от Явно от Оленей Блин, ну я бы Сейчас камень поберег Все-таки для колосса Я бы не строил Каменоломни Игра Игра Амфитеатр Предлагает построить Это третий уровень Этих культурных сооружений Амфитеатр Опять же Соседство С городом Имеет Ну опять же Камень же требует Правильно Сто камня Не могу я его строить Давайте, наверное Давайте, наверное, шахту Так Тут я светилище построил Суд Теперь я хотел Вот здесь, наверное А, блин Суд Опять же Камня стоит Нет, пока не буду Так Так Вот это пастбище строит Все Пока заканчиваю ход В городе Рабочего я закончил Угу Блин Форум Ну вообще 20 камня Ладно Давайте форум Всего лишь 20 камня Тут я шахтеров Каринфи сделал Опять же Можно форум Всего лишь за 20 камня У меня вход 82 Жителей у меня Для этих нету Поэтому Наверное Все-таки Форум Да Не думайте Что вот Уменьшилось цивик Это за счет Это из-за того Что я в городах Именно за цивики Сейчас их строю То есть Они идут На строительство В городах На самом деле У меня цивиков Должно быть Очень-очень много Это как раз Практически Вот тут Цивики используют Тут Тут вон цивики Используются Для строительства Тут Для Пусть Нет Здесь Смотрите А я что уже сделал Видимо сделал Уже специалистов Столица Так Королева Осирии Умерла Новый правитель Король Ишмедаган Новый Не очень к нам Относится Олигарх Так Глава Нет Просто олигарх Никасиполис Умер И эти Конвертировались Так Нам надо Вот На селевкидов Кстати Влиять Чтобы они Конвертировались В Греческий Паганизм Язычество А у нас Сама Королева Не следует Религия Ну тогда Начинаем Следовать Нет Тогда пока Больше ничего Не используем Я хочу Цивик Мы сейчас Там сможем Какой-то Закон Принять Когда Монетарную Политику Откроем Так В Аргасе Каменотеса Мы поставили Ну я бы Еще одного Сделал Сюда А здесь Поэта Еще Два Жителя Вообще-то Есть Блин Может Давайте Наверное Последователи Религии Сделаем Так Из академии Поступают сообщения О том Что ваш брат Герцог Алкивиад Демонстрирует Умышленное Пренебрежение К своим занятиям И вместо этого Становится Известен Своим Вопиющим Романтическими Выходками Другие родители Расстраиваются И вы попадаете В довольно Щекотливую Ситуацию Как будем Действовать Ну Либо Сделать Выговор Герцогу Алкивиаду За его Поведение Либо Возместить Академии Все Убытки Но Герцог Тогда Алкивиад Может стать Либо Экстравагантным Но я бы ему Выговор Сделал Я не хочу Чтобы он Дебоширом Становится Блин Не очень Хорошо Для губернатора Например Если он будет Губернатором Так У нас там Кстати Уровень Получил Секероносец Потому что Стоял В этих Ой Этот Тоже Так У нас тут Вот еще Два Гарнизона Незаполненные Может Этого Секероносца Туда Отправить Так Теперь Вот этим Скаутом Исследуем Территории О Послы Вандалов Еще Одна Слушайте А я же Поставил Шесть Да Этих Племен И собственно Фракийцев И Данов Считайте Уничтожили Хотя Они вроде Как А не Нету Точно Уничтожили Вандалы Только Это Вот Треть Я только Встретил Ну 220 Камня Они мне Дают За мир Это то Что надо Мне как раз Для строительства Колосса А в следующем ход Может мне уже Начать колосс Строить То есть Мне не хватает Всего лишь 19 Железа 31 Камень Ну А цивики У меня есть Я думаю Что надо Строить Давайте Наверное Вот здесь Или он Подождите Или он На море Все таки Строится Блин Давайте пока Сюда Я перейду Посмотрю Появится Леон А Коустал Уотер Требуется Значит Все таки На море Да Все Покупаем И 14 Ходов Успею Отлично И никто Его не может У меня угнать То есть Чудо того Кто первый Начинает Его строительство 333 Да Заплачу Надо быстрее Во всех городах Эти хемлеты Построить Чтобы они выросли До городков Так Вот этот Пускай Стоит Так У нас Два Рабочих И 6 Приказов Что я хотел Здесь Строить Суд Я тут Хотел Блин Не хватает Опять же Камня Ну Следующим Ходом Здесь Лесопилки Буду Строить Тоже Железа Не хватает Ну Пропущу Тогда Просто Когда Следующим Ходом Железо Появится Надо проверять Выбирать Поселенцы И смотреть Подсвеч Вот в тумане войны Будет подсвеч Вот Странно А почему Зеленым горит Тут же типа Город поставлен Уже Ну Это неправда Тут город Вавилон Поставил Тут видно Вот по этим районам Что они Вавилонские Стали Так что Мне писали В комментариях Что типа Выбираешь Поселенца Подсвеченная Территория Как видите Вот в данном Случа Просто понятно Что тут Город Вавилона Стоит И я уже Не могу Там город Поставить На самом деле Так Давайте Соберем Культурку Наверное В эту Сторону Поплыву Так Ну я Вполне Могу Эти Две Амбиции Выполнить Сейчас У нас Откроются И рынки И мне Надо Будет Два Сделать Рынка В тех Городах Где Самый Высокий Выхлоп Цивика Потому что Они быстрее Будут Создаваться Как у меня Отношения С другими Государами Особенно С соседями Вот как-то С Римом Похуже Стало О, мы Открыли Территорию Рима Ну как Видите Заставлено Все Городами Сам Рим Огромный Адрианополис Я бы Наверное Опять Еще В этот Отправил В Вавилон Посмотреть На уже Цивиков Мало Окей Биадис Закончил Изучение Философии Давайте Его Судьей Сделаем А хотя Это тоже Строитель Строители Быстрее Все Строят Давайте Лучше Строителям Так Все еще Не можем Да Можем Бля Ну по-моему В Дионе Не сильно Несчастье Уже Четвертый Уровень Ну блин Хренового Чувака Воспитали Тихой Ночью Луна Уходит В тень Земли Единственный Свет Достигающего Поверхности Светится Зловещим Кроваво-красным Светом Наши Солдаты Считают Это дурным Предназнаменованием И выражают Беспокойство За свою Судьбу В предстоящих Битвах Что мы Скажем Нашим Офицерам Первое Это знак Того Что нам Повезет В бою Второе Наши Мудрецы Говорят Что это Естественное Явление И третье Делайте Подношение Богам И молитесь О дневном Свете Это даст 20 приказов Это науку Это Минус 341 Ну и Минус 20 Несчастья В городах Я бы Науку Все-таки Взял Потому что Минус 20 Несчастья Это Маловато Я считаю Так Будем Открывать Машинери Потому что Там Для Обучения Луков Так Здесь Мы можем Усмирять Города Во-первых Автоматизировать Рабочих И вот Главное Жителей Рынки Можем Строить Плюс 20 Соседних Портов А где Эти порты Вообще-то Порты Кстати Крутая Штука У меня Есть Ну У меня Вроде Порты Вообще Не Открыты Где Они Можно Искать Вообще По Что-то Я не Вижу Вот Наверное Порда В Картографии Давайте Отметим Что Мы Сюда Хотим Идти Так Давайте Проверим В городах Где у нас Больше всего Цивиков Капает Тут 21 Где Капает Лучше Цивиков Там И надо Поставить Рынки Чтобы Быстрее Вот эти Eldershop Keepers Это Третий Уровень Получается Так 9 7 8 16 В Кратоне Значит В Пеле И в Кратоне Надо Делать Эти Рынки Достроит Пойдем Рынок Строить А в Кратоне Тоже Один Ход Строит Так Канцлер Ланаса Получает Промоушен Давайте Наверное Мудрость Ей дадим Он мне вообще Минус 3 Вообще Тупой Канцлер У меня Сидит Во Главе Библиотеку В общем я тут где-то Я планировал Или так Вот тут я хочу Суд Поставить Везде рынки Предлагают Строить Я не просто Я наверное все-таки Хотел тут Лесопилку Наверное еще Лесопилок Все-таки Но у меня Мало дерева А сейчас они По-моему для Рынка как раз Лесопилка Дерево нужно Да Постройка 80 Дерево Содержание его Как минимум Так Но мы тут Продолжаем Видимо Или сделать Шахты Уже камня Нормально идет Давайте шахты Тут троечку Шахт Мраморное море Открыли Корсика Это остров Корсика Серьезно И тут вандалы Вовсю Живут Прикол У них свой Остров Кстати А не было ли Королевства Вандалов На Корсике Я вот Не помню По-моему Возможно Даже было Не помню Исторично Как оно Наверное Закончу Главного Специалиста Здесь Потому что У них Они быстрее Строят Спецов На 20% Это семья Ну мне надо Амбиции Я не представляю Как я по-другому Могу победить Кроме как Амбициями Завоевать Тут точно Не вариант О Аж Два Поселенца Прется Да Ну короче Так Отец Умрет Ваш Муж Заболел Еще Дочка Родилась Хидна О Этот Стал Альцебиадис Может его все-таки Поставить Губером Так Ну вот Каркира Растет У нее Культурное Событие Происходит Потому что Она достигла Уровня Силь Сильные По культуре Улучшить Условия Для Рабочих Сделать Больше Специализированных Работ Либо Открыть Народные Ну не офис Как-то Место Где Возможности Для всех Но я бы Наверное Специализированного Рабочего Сделал Так Кстати Я забыл Что я могу Смирять Терь города Это может Делать Наш Канцлер Вот смотрим Что в кротоне Седьмой Уровень Седьмой Уровень Недовольства На 35% Повышено Содержание Рост Снижен На 35% И наука На 35% Давайте Попробуем Усмирить 100 Цивиков Два Приказа Посмотрим Как это Будет Работать Минус Один Уровень Недовольства Видите Я думаю Что мне Просто Надо Реально Канцлера Постоянно На это Этим Отправлять Заниматься Рекомендуют Починить Ну Оно там Само Будет Чиниться На самом Деле Я бы Лучше Спеца Посадил Опять Давайте В этого Охот 17 Ходов Так Тогда Нам Офигайся Что так Долго Оу Тут Какой-то Губер У нас Тупой Вообще А можно Заменить У нас Наверное Цивиков Не хватит Да Блин Тут у меня Губерг Хреновый Сидит Ладно Давайте Тогда Рабочего Здесь Хотя бы Еда Нормальная Тут Цивики Вот Из Каринфа Ой Не Из Каринфа Из Тессалоника Вообще Никак Никакие Давайте На Добычу Золота Еще Шахтера Так Так Я Слушайте В столице Тоже Пусило Строю Зачем-то Может Вообще Его Отменить Нет Пускай Может На всякий Случай В очереди Стоит Но Вообще В принципе Он мне Тут Не Особо Нужен Конечно А О Мастер Не Ну Мне тут Надо Будет Рынок Подождите А Рынок Вот Вот этот У нас Закончил Надо Рынок Строить Надо Строить Рынок 29 Везде Да Плюс 20 Соседним У нас Будет Здесь Вообще Наверное Здесь Я Сделаю Здесь Я Сделаю Порт Тогда Давайте Сюда Ставить Так Значит В Пелле Я Рынок Сказал Делаю Да И В Кротоне Вот У нас Тоже Опять Везде Одинаково 18 А Что там Больше Давали В том Городе Нет Вот там Я хочу Лезть Ну Видимо Сюда Придется Рынок Ставить Тут Конечно Слабоватый Выхлоп Рынка Но Мне Важнее Строить Там Где Есть Много Цивиков Чтобы Быстрее Спецов Сделать Давайте Суд У вас Еще Что тут Прокачка Набилась Извините Так Надо Скауты Поплыли Карфаген Встречать Карфаген Где-то Тут Должен Вот Он Белый Но Считается Что Я его До сих Пор Не Встретил А Вот И Так Раненый Карфагенянин Крики Крики С Дерево Наши Солдаты Спешат На шум И Обнаруживают Лежащего В грязи Раненого Карфагенянина Его Товарищи Отчаянно Трудятся Чтобы Вылечить Его Раны По словам Мужчин Их караван Вез товары В ближайший Карфагенский Город Когда на них Напали Бандиты Ему удалось Отбить Нападавших И спасти Свой Груз Хорошего Вина Так Значит Три Варианта Обработайте Его Раны И сопроводите Караван К месту Назначения Договоритесь Об обмене И Защите Договоритесь О том Чтобы их Защитить В обмене На товар Либо Убейте Карфагенианина Так Первое Нам Отношение С Карфагеном Плюс 20 Второе Даст 890 Денег Но Минус 310 Военных Очков Третье 2240 Денег И Минус 20 Отношение Я наверное Третье Выберу До свидания Карфагенианин 2240 Денег Ну Охренеть Так Тут Мы У нас Еще Два Жителя Да Здесь В суде В суде Делаем Что с Мало Цивиков Так Три Приказа Еще А как Вообще У Карфагенов У Карфагенян С другими Отношения Война С Ассирией Война С вандалами Хорошее Отношение Только С Вавилоном Кстати У меня с Египтом Тоже уже Хреновые Стали А у Вандалов Война Только С Карфагеном Так Ну Давайте Наверное Сюда Высадимся Я А тут Нельзя пройти Тогда Вот так В общем Он не высаживается Интересно Что-то Непонятно Так Ну У меня Конечно Армия Вот видите Проблема У меня Не хватает Приказа Все равно Я не могу Эту армию Куда-нибудь Решит Вавилон На меня Напасть А он Наверное Может Это Сделать Или Решит На меня Рим Напасть Даже Неизвестно Что мне Делать С этим Пока В защиту Поставим Может Коляску Одну Вот так Сделаю Фуф Тяжко Ну Я повторюсь Ошибка Наверное Все-таки Надо было Ставить Города Вокруг Столицы А не так Вот Стремиться К этим Местам Ну Конечно Жирные Места Ресурсы Вообще Как-то Ресурсов Не Видно Просто У компьютера Очень Много Приказов Очевидно У него Так Войска Двигаются А я Не знаю Я как бы Все по-моему Делаю На увеличение Приказов И Как-то Это особо Не получается Так Наш отец Умер Это Которого Мы Ну Вот смотрите Тут сколько Прошло Пять ходов Всего лишь Он бы умер Нафига нам Его правление О К нам Аргиды Не очень хорошо Стали относиться Новый Правитель Хотя Мы Сами Из Семьи Аргидов Так Сейчас Серьезно Болен Наш Муж С Аргидами Минус 35 Так Надо Им А Не могу Я им Блин Эти Тут и Города Усмирять И семьи Усмирять Надо Наверное Даже семьи Важнее Потому что Они тоже На города Как бы Влияют Требования Войны Рим А Рим Рим Требует Чтобы Мы Заплатили Денег Или Ну Да Ты Хоть Одномоментно Не Вход Убитый Карфагинянин Позволил Отплатить Заплатить Риму Дань Дружеское Дружеское Лицо Ну Это Про Собаку Которая При Троне Там Всячески Себя Развлекает Давайте Минус Сорок Несчастья Впели Лучше Сделаем Командир Одной Из наших Колесницы Получает Множественные Репорты О том Что Рейдеры Рыскают По нашим Дорогам Короче Надо Потратить Семь Приказов Чтобы Их найти Так К сожалению Лучше Так Это Сделать Так Надо Выбрать Нового Губернатора Плюс 9 Плюс 10 Пятый Уровень Плюс 9 Пятый Уровень Знаете Наверное В Дион Мы все Таки Этого Посадим Дебошира Ну Плюс 3 Будет К несчастью К сожалению У нас Больше Некого Тут Использовать Так Фемистокол Губернатор Каркиры Может быть Прокачан Минус 2 Несчастье Плюс 50 От Лесопилок И Плантаций А у нас Тут Собственно Плантации Нету Да и Лесопилок Нету Поэтому Давайте Лучше Минус 2 К несчастью Возьмем Для него Праведный Посела Построил Зачем-то А его Смотрите Поселов Можно в рабочих А Рабочих Можно в поселов Их можно Автоматизировать Стоп Я там По-моему Какой-то После Открытия Нет Не могу Монетного Что Это мог Сделать А Усмирять Города Автоматизировать И рынки Строить Да Только Так Пока Ладно Сейчас Я подумаю Все равно Юниты Стоят И получают Уровни Между прочим И Два Приказа Ну Рынки Я строю Где надо Да Давайте Тогда Лесопилку Начну Так Что В столице Блин А проблема В том Что у меня Тут жителя Нету Через Шесть Через Шесть лет Будет Давайте Может Фестиваль Проведем Он Как раз Ускорит Появление Жителя Я смогу На рынке Давайте Посмотрим В кротоне Есть Житель А тут Есть Житель 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 А тут Есть Житель А тут Ну, заканчиваем ход Ну, чисто развитие у нас, конечно, тут идет Чисто развитие Ну, хоть по развитию Карфаген 35 из 84, прикиньте А Карфаген-то самый лидер Я думал, я тут, ну, вообще, как бы От Вавилона я не сильно отстаю по очкам То есть, развитие городов На уровне 4 сильный И 1 легендарный Плюс я еще чудо построю Очки получу Так, Митрадоры известны как Каменщик Ну, вот только я прошлым ходом прокачал Губернатора, он умер В возрасте 67 лет, и наш король умер Не король, а муж Так, в мейсмены можно выйти Так, на всякий случай, апнуть армию Да, наверное, стоит Три хода всего А, подожди, это фри мейсмены Подождите, это не апгрейд А я что, уже могу апгрейдить? Если я могу Если я выхожу в мейсмены, то, по идее, я могу Обычные свои юниты в них апгрейдить Нет Откуда у нас бесплатный Это странно Вот только где мейсмены, да? Они не открыты Нет, давайте я лучше какую-нибудь теху открывать буду Бесплатный ученый Архитектура Можно будет бани строить Это минус к несчастью в городе Ну, давайте тогда, наверное, архитектуру Так, умер Король-консорт Провели исследование Королева 20 опыта И 50 опыта колесница получила Что, по-моему, неплохо Это вот то, что мы потратили 5 приказов Так А это у нас вообще Кто? Кто у нас вообще в наследниках дальше? Принц Балакруз И герцогиня Хидна Кстати, дочка Александра А, это жена Жена одного из его сына Причем, который был Помните Незаконнорожденный Я бы, наверное, ученых Уже всех Учил Надо как-то развиваться Предлагают юниты построить Но это вообще военный город Тут они будут быстро строиться И, наверное, имеет смысл Или пока вот эти улучшения делать Давайте, наверное, улучшения В Аргосе Форум Так, ну я, наверное, апнул В рабочего И здесь, наверное, тоже Ну, мне негде ставить Города, в общем-то Министерство Наверное, поставлю Так, сейчас я посмотрю Что еще другие могут сделать Рабочие Тут библиотеку мне предлагают Просто это и все И то, и то камень требует Так, вот здесь я могу Лесопилку Здесь лесопилка построена Нет, что-то тут вообще так много рабочих Вообще надо Сюда перебрасывать И тут вот лесопилки делать Тут как бы вокруг Оленей Самое то Потому что Эти Лагеря дают бонус К лесопилкам Значит, теперь Либо тут министерство Либо Хорошо, библиотека Где тут еще у нас Строится 5,6 Там Ну, наверное, давайте Потому что рядом с ресурсом Понимаете, да Ладно, давайте Тут библиотеку Строить Хочу библиотеку А не министерство Так, тут просто пропустим Ход Хочу библиотеку Так, и надо подумать На что мне Деньги тратить Наверное, у меня должны быть Какие-то губернаторы Но, правда, ускорение за деньги По-моему, увеличивает Недовольство Наверное, надо Сейчас деньги все-таки На улучшение отношений с семьями Посылать их Около Каркиры Рейд Уровень Недовольства в кротоне Снизился Ну, короче Надо улучшать отношения с этой семьей Отправляем Канцлера Трихода Четыреста денег Так, около Каркиры Где вообще Рейд-то? Каринф А, вот это? Так, у меня тут Армия стоит Никого не волнует, да? Кайф Номос Это концепция И глубоко Сомнительная Идея закона И нравственных Обычаев В греческом мире Аримбас Был вовлечен В дебаты О природе закона И начал подвергать Сомнению Этику управления Аримбас Приводит к вам Борясь с центральными Дебатами С вами дебатами Откуда власть Закона Откуда взяли Откуда она взялась Является ли это Социальной конструкцией Или возникает Естественным образом Из естественных стандартов Транственного поведения Это из-за того Что он философ Так Значит От божественного Это если королева Религиозна От мудрости людей Или из естественного Порядка вещей Первое Сделает Чувака Религиозным Плюс один К харизме И Храбрости Это сделает Его мудрым Это дисциплинированным А он вообще К чему стремится Он вообще мудрый Давайте тогда Мудрым Пускай дальше пойдет Так Обучение наследника Это конкретно Наследник Пускай риторики Или Не риторики Риторики И королева Так у нас Минус мудрость А все остальное 2-4-4 Так Это дает Больше Цивиков Это больше Военных Очков Это Давайте Цивиков Есть у нас Нехватка Давайте Может Еды Продадим Столько Еды Вообще Я зачем-то Настроил Не знаю Так Вот тут у нас Два Работы Вот этим Я хотел Здесь Библиотеку Построить Хотя мне игра Предлагает Там пастбище Сделать Ну блин Пастбище Пастбище На еду А у нас Еда и так Немеряна Просто Библиотеку Мне здесь Предлагают Делать Ну вообще Может Быть Давайте Давайте Наверное Тут Я куплю Камень Пастбище Светилище Двадцать Эксп А в этих Местах Видимо Еще Больше Интересно Что получается Глава Дома Селевкидов Уговаривает Главу Дома Аргидов Быть Быть Ко мне Поснисходительнее Кстати Почему Он так плохо Относится Мало городов Минус сорок Видите А он еще разочарован В коле Метродоре Блин А это этот Блин Дебошир Как он стал Главой этого дома И вообще Не сама королева Глава дома Матриарх Умерла Новый глава Греческого Язычества Кстати А у нас не везде Есть Губеры Между прочим Вот в Кротоне Очень важный Город Нету Губернатора Это я Зря Так У нас Вот три Претендента Тут Два Приказа Вот это Герцогиня Консорт Морали Мне нравится Давайте Ее назначаем А у нас Не было Цивиков Вообще С другой Стороны Один Ход До Постройки Рынка В Кротоне Что-то Надо было Быстро Построить Давайте Может О Совет Видите По результатам 80% Цивиков Даст Надо найти Надежного Партнера Который Поможет Тебе Руководить А сколько лет Вообще Королеве 35 Вандал А не Ему 52 А выглядит Молодо Ну Кстати Мудрый Харизматичный Дисциплинированный А еще Вандалу Нам будет Плюс 3,2 Приказа Давать Так Селевкид Харизматичный Дисциплинированный Ассириец Не Он Какой-то Такой Себе Ну У нас Селевкидами Нормально Даже Если Был Аргит Хотя Давайте Тогда Вандала Ну К сожалению Правда Губернатором Не может быть Только Генералом Или Спаймастером Но Тем Не Менее Все равно У нас Нету Цивиков Для Губернаторов 14 Приказов Так Здесь Мы Делаем Лесопилку Почему Она Недоступна Вот Лес Все еще Самый Дорогой В игре Так что Имеет Смысл Тоже Лесопилку Отправляем Кстати Тут Умер Губернатор Ушли Минус Цивики Как все Быстро Стало Строиться Теперь Ну Я тут Наверное Форум Построю Лучше Нет У меня пока Нету Камня Столько Тут Лесопилка Готова Не знаю Можно тут Рынок Сделать С одной Стороны Суд Я тут Не хочу Может продолжить Тут Лесопилки Ставить Вот тут В лесу Тогда Время Для Ладно Давайте Наверное Скаут Преследуем Мир Офиг Вы тут Стоите А У вас Тут Город Понял 533 Деньги Идет Уже Отлично Я их буду сейчас тратить На улучшение отношений С семьями Ну Слушайте Наверное Уже опять В следующей серии 10 ходов Реально Вот 10 ходов Серия Получается Ну Долгие Долгие ходы Тут надо Постоянно Думать Что-то Мир Красавцем Должен быть На этом Все Продолжение Завтра Спонсоры Канала Могут Во вкладке Сообщества Поискать Спасибо Что Смотрит О Блин Я тут Забыл Что у меня Что этот Есть Посмотрите Правильно Плюс 10 Текст А Слушайте А это Так Персия Объявила войну Вавилону Рим Объявил войну Египту Зашибись Селевкиды Стали Язычниками Греческими Я хочу Посмотреть Это по-моему У меня От тирании На самом деле Это от Какого-то Закона Стопудово По-моему Какой-то Закон Вот именно Что 10 Опыта Юнитам Дает Кстати У меня Куча Еды Может быть От Крепостничества Потому что Фермы И Пастбище Плюс 20% Да нет Вроде Ну не можешь Просто так Плюс 10 Экспо Просто так Отти Ладно Будем уже На следующей серии Разбираться А вы В комментариях Напишите Или это просто Когда юниты Стоят У них тут Идет Просто В лагерях Это плюс 20 опыта Вот в этих Здесь Видите Тут у нас идет Тоже прокачка На этом все Играйте в умные игры Всем пока Спасибо что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас Поставить лайк Оставить комментарий И поделиться Этим видео Со своими друзьями Или В социальных сетях А также Посмотреть Другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok